Привет-привет! Я рада вас приветствовать на марафоне любимые цветы. Давайте немножко всех подождем. Сегодня мы с вами будем рисовать вместе второе задание. Это будет обучающий урок. И мы нарисуем с вами цветы на фоне архитектуры. Рисовать мы будем солнечный Санторини, красивую архитектуру на фоне ярких розовых цветов. Давайте я немножко расскажу про себя. Меня зовут Овчинникова Алена. Я художник-архитектор. Поэтому и в моем задании у нас будет архитектура. У меня есть несколько курсов. Есть курс по архитектуре, который совсем недавно начался. Уже третий поток. Есть курс по текстурам. И сейчас после марафона я готовлю еще один курс, в котором мы будем как раз-таки рисовать цветы в разных формах, в разных ракурсах. К примеру, вот это будет бонусный урок. Когда мы цветок делаем в красивом окружении. Также там будут и только цветок даже без фона. Будет и работа с цветами на фоне архитектуры. Но я думаю, что сейчас я не буду это углубляться. Я вам расскажу в конце. Кому будет интересно, досмотрите эфир до конца. И я обязательно расскажу подробнее про курс, который начнется 15 марта. И еще дам вам и бонусную скидку. Только для участников марафона и вот этого прямого эфира. Поэтому сегодня мы с вами рисуем архитектуру. Мы рисуем яркие цветы, поскольку марафон у нас цветочный. Нам для нашего задания понадобится акварельная бумага. Я рисую акварелью, поэтому вы можете в рамках марафона рисовать любыми материалами. Можно и маркерами, можно пастелью, можно акварелью. Чем вам больше нравится, нет никаких ограничений. Единственное, что у меня есть еще бонусный подарок для всех, кто будет рисовать со мной в прямом эфире. Если вы сделаете работу по моему референсу вместе со мной, по моему уроку до следующей субботы, то в воскресенье или в субботу я проведу разбор работ каждого участника. Поэтому у вас еще есть возможность получить обратную связь. Я дам какие-то рекомендации и по построениям, и по работе с композицией, по работе с деталями. Поэтому если хотите взять по максимуму с этого марафона, побороться за призы, я думаю, что все уже ознакомились с правилами. У нас обязательно должны быть подписки, репосты. Все обязательно проверьте, чтобы не получилось так, что ваша работа будет прекрасна, но из-за какого-то небольшого невыполнения условий вы не получите приз. И также еще от каждого из организаторов есть свой приз. От меня это будет как раз-таки место на курс, про который я расскажу чуть позже. И также все, кто нарисует со мной работу сегодняшнюю, я еще и дам обратную вам связь и расскажу, как можно было бы улучшить вашу работу, покажу, какие у вас плюсы были, что у вас наиболее удачно получилось, поскольку я считаю, что обратная связь, она необходима. Даже когда мы с вами в рамках бесплатного марафона работаем, мне хочется вам дать чуть больше пользы, чтобы все лучше закрепилось и уложилось у вас в понимании. Так, сегодня нам понадобится, как я сказала, я буду рисовать акварелью, поэтому если рисуете со мной тоже акварелью, понадобится бумага. Я рисую на 100% хлопке фирмы Baohong. Это достаточно бюджетная хлопковая бумага, но очень с хорошими показателями, очень хорошо она себя ведет и все свои работы я рисую только на ней. Но если у вас есть любимая целлюлоза, вы знаете, как она себя ведет, как она выдерживает заливки, можете спокойно рисовать и на целлюлозе. Но если у вас есть сомнения, то лучше возьмите хлопковую бумагу. Также нам понадобится палитра, это может быть обычная блюдца, можно прямо в коробке акварельной разводить краску, карандаш, резинка, клячка, чтобы не травмировать бумагу. И достаточно будет стандартного набора акварели. Здесь не очень много цветов в работе. Я буду использовать для цветов пермамент розе. Можно заменить любыми другими красными цветами, розовыми, алыми. Это не будет иметь сильного значения. Нам важно сделать яркий акцент. Поэтому если у вас нет такого цвета, вы можете подобрать совершенно любой. Я поясню во время работы, как можно это заменить. Здесь самое главное сделать насыщенные яркие цветы. Для дальнего плана я буду использовать ярко-голубую от Невской палитры. Можно взять и кобальт, например, тоже. Он будет достаточно хорошо смотреться. Я думаю, что мы чуть-чуть засветим низ, поэтому нам понадобится либо сиена, нет, охра желтая, либо неаполитанская желтая. И в тенях мы где-то будем добавлять какие-то коричневатые оттенки. Но опять же, да, вы можете сами добавлять те цвета, которые у вас есть в палитре. Я буду показывать, как я замешиваю. Поэтому у меня специально палитра лежит, да, вам, чтобы было видно. Я буду замешивать пигменты из разных цветов. И я думаю, что по аналогии, как это делаю я, вы тоже сможете смешать цвет, который будет идеально подходить именно к вашей работе. Ну и давайте с вами потихоньку начинать. Мы уже достаточно много с вами организационных вопросов проговорили. Поэтому если у вас будут какие-то вопросы, вы задавайте. Я прямо сразу же камеру, к сожалению, не вижу. Я сейчас села, поэтому комментарии я буду видеть только тогда, когда я буду приставать. Но если будут какие-то срочные вопросы, вы пишите. Я буду периодически поглядывать и на них отвечать. И давайте перед тем, как мы начнем рисовать, напишите, пожалуйста, кто со мной будет рисовать и каким материалом. Вот вижу вопрос по формату бумаги. Какой лучше взять, А4 или А5? В целом здесь тоже нету каких-то жестких рамок. Вы можете работу нарисовать, да, как и на маленьком формате, так и на большом формате. Просто в зависимости от того, какой формат вы выберете, вам понадобится чуть большая скорость. Если у нас побольше формат, то, к примеру, для того, чтобы залить небо, нужно будет работать чуть побыстрее, чтобы была мягкая заливка. У меня лист, к сожалению, я сейчас не скажу вам точный размер, но это что-то примерно похожее на А4. Немного у меня другие пропорции, я сделала его более приплюснутым. Но в целом, да, вот где-то А4, я думаю, что будет отлично. Смотрите, да, когда мы с вами, я уже начинаю рисовать, потом пристану, если что, еще посмотрю на ваши комментарии. Когда мы с вами смотрим на работу, эту фотографию вообще я всегда рисую только по своим референсам, но почему-то вот мне очень запала в душу эта фотография, я ее нашла просто в интернете. Поэтому вот это скорее такое исключение из правил. Я тоже была на Санторини, на этом замечательном острове. Но почему-то пролистывая свои фотографии, вот именно какого-то похожего кадра я не нашла, и мне захотелось вот именно эту работу с вами нарисовать. И я ее уже немного откадрировала. И когда вы берете, особенно не свою фотографию, или даже свою фотографию, не всегда все в ней удачно, и нужно смотреть композиционно. Все ли вам нравится? Что здесь главное в этой работе? И вот если мы смотрим на референс, который мы будем с вами сегодня рисовать, здесь у нас почти пол листа занимают цветы, они очень яркие, очень акцентные. И когда мы смотрим на эту работу, первым делом мы всматриваемся в эти цветы, поскольку в них больше всего цвета. И по композиции есть такой прием, когда мы ставим какое-то с вами яркое пятно, то это место первым делом будет рассматривать зритель. И дальше у нас есть достаточно узнаваемый силуэт, это силуэт архитектуры. И архитектура, за счет того, что мы ее видим каждый день, она тоже является хорошим акцентом, и они очень друг друга балансируют. И получается, что для того, чтобы работа была чуть более интересная, я ее слегка откадрировала так, что у нас цветы, поскольку они очень яркие, очень акцентные, и если мы сделаем ровно посередине, они слегка передавят архитектуру, и архитектуре будет тесно. И тогда цветы нужно, если делать, например, наоборот, что у нас почти все цветы, и архитектура вдалеке, и занимает намного меньше места, тогда цветы должны быть не очень активны, и особенно к низу их лучше вообще размыть. Я сейчас вам это специально проговариваю, поскольку вы можете немножко по-своему закомпоновать эту работу, немножко поиграться с пропорциями. Если вы будете рисовать так же, как я, я буду делать цветы примерно на одну треть, и тогда архитектура будет как раз-таки за счет того, что на ней есть и какие-то детали, на ней есть интересная игра формы, она очень хорошо уравновесит. Вот эти активные яркие цветы, которые, можно сказать, такой монолитной заливкой будут у нас на нижней части работы. И вот мне кажется, что в таком варианте это будет очень удачное решение, если мы хотим с вами именно поработать с цветами. Поэтому я сейчас себе примерно схематично на своей работе сделаю контур цветов. Понятное дело, что у нас тут будет что-то выступать, но для начала я всегда делаю какие-то небольшие наброски для того, чтобы понять, насколько мне все нравится. Линия глаз, линия горизонта у нас будет с вами выше середины листа. Я ее проведу где-то вот здесь. И вот в этой работе у нас не нужно нам искать линию глаз, линию горизонта, поскольку у нас есть уровень воды. И когда у нас появляется на пейзажах вода, особенно если за ней нет никакого острова, здесь у нас вода сливается с горизонтом, то в таких работах мы сразу же с вами видим линию глаз и понимаем, куда у нас будет сходиться вся линейная перспектива на архитектуре. Здесь не очень много будет построений, но они, конечно же, все равно у нас будут присутствовать. После этого мы смотрим с вами, как мы располагаем нашу архитектуру. Вот я сейчас смотрю, может быть, чуть-чуть даже стоит пониже, но давайте сначала сделаем схематично размер церкви, и потом уже посмотрим, куда мы будем двигать. Я специально рисую очень-очень мягко, и вам тоже советуют первые наброски делать очень легко, потому что если мы сильно нажмем на карандаш, то потом бумагу будет достаточно сложно оттереть от графита. Поэтому первые наметки, когда мы только с вами просматриваем композицию, намечаем. Можно делать на отдельном листе, но мне почему-то привычней рисовать. Когда я делаю большую работу, я делаю эскиз. Но если мы рисуем вот в таком формате, то мне достаточно сделать вот эту схемку у себя на листочке. Здесь сейчас очень важно посмотреть, чтобы у нас крест не прислонялся к рамке, потому что как только мы слишком близко подойдем, у нас сразу же пропадет воздух. Поэтому если у вас есть сомнения, не прорисовывайте сейчас окна, не углубляйтесь в архитектуру, нарисуйте крест, и потом уже от него, вот, к примеру, я сейчас вижу, что лучше даже немножко опустить. Всё. И мы слегка вот так вот себе намечаем и смотрим, насколько всё у нас удачно получается. После того, как основные вещи мы посадили, вот я сейчас смотрю, что чуть-чуть я опущу линию глаз, буквально на полсантиметра, для того, чтобы была вот эта вот дополнительная ритмика. У нас здесь есть горизонталь, сверху горизонталь, да, и здесь мы не посередине и сильно не прилипаем кверху, мы дополняем ещё одну горизонталь, да, и получается ещё дополнительный ритм вот этих вот горизонтальных элементов. И это всё тоже считывается в работах, да, на подсознательном уровне, и когда мы об этом задумываемся, работа становится интересней. И вот после того, как примерно, да, нам кажется, что всё село, у нас появилась линия глаз, линия горизонта, да, и вот этот сложный, тут получается у нас восемь граней, давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, да, восемь граней, восьмигранник, мы должны его отрисовать, да, можно прям простроить всё, но поскольку это у нас не главный объект, да, мы с вами будем строить его интуитивно. Да, и мы спокойно можем с вами слегка изменять пропорции. Вот единственное, что нам важно, да, вот особенно вот с этой дальней гранью, чтобы она у нас сошлась на линии глаз, на линии горизонта, да, вот если она у нас не сойдётся в одну точку, низ и вверх, то тогда у нас всё начнёт распадаться, как и вот эта вот часть, да, вот с ними мы работаем более внимательно, да, вот можно даже чуть подальше отвести, для того, чтобы форма считалась правильно. Да, здесь у нас могут быть какие-то расхождения, за счёт того, что здесь всё очень близко, да, очень выравнивается, мы можем слегка дать вот здесь вот, да, вот такую горочку, но в целом вот эти элементы мы можем почти с вами не разбирать, но с крайними нам это очень важно, да, и здесь у нас есть ещё и небольшое углубление, точнее, наоборот, выступающий карниз, да, немножко, когда концентрируюсь, да, бывает, что в чём-то задумывалось, и путаются мысли, так что я сегодня, если честно, как-то очень неудачно проснулась, и сегодня моя голова не совсем свежа, но я надеюсь, что нам это не помешает работать. Смотрите, вот сейчас вот заметила, когда начала намечать, что вот эту часть, да, вот это раскрытие, да, хочется подвинуть, поскольку мы с вами стоим, да, и примерно вот эти две плоскости нам должны раскрыться равномерно, и давайте так и сделаем. Здесь есть небольшой ракурс, но мы его почти с вами нивелируем. Мы возьмём вот эту ось посередине, да, от того, как мы сейчас простроим вот самая сложная, да, архитектуру, всё остальное у нас рисуется очень быстро, поэтому чуть-чуть потратим больше времени, да, на решение вот этой работы, и с цветами уже у нас будет всё попроще, да, опять же вспоминаем, вот наша была точка схода, да, и мы её возвращаем. Следовательно, здесь вот у нас опять опустились до самого низа, и вот из этой точки ведём в точку схода, да, и можно даже немножко и поджать, да, и вот теперь уже больше вот эта часть похожа на правду, да, и она как раз, давайте немножко отодвину, и вот эта вот часть стала с ней больше схожа. После того, как мы сделали, да, сам барабан, мы смотрим, что у нас купол начинается не от края, а примерно от середины вот этой плоскости, да, как и с этой стороны. И после того, как мы нашли две точки, да, мы рисуем овал. Да, он немножко у нас вытянутый, но всё-таки, да, он больше приближен к окружности, достаточно правильной. Поэтому в целом можно нарисовать это и просто как половинку круга. И смотрите, да, очень хорошее упражнение, когда у вас особенно есть сомнения в том, что вы правильно нарисовали круг, да, вы можете его перевернуть. И когда вы его переворачиваете, вы сразу же можете заметить, что где-то, да, может быть, у вас есть какое-то смещение. И также можно всегда прорисовать середину, да, и нам это как раз нужно для того, чтобы найти, где у нас выйдет крест. Да, вот сейчас мне кажется, что чуть-чуть я сместила, да, и можно вот как раз-таки в вывернутом положении найти, где у нас есть какие-то недочёты, да. После того, как мы проверили, можно ещё дополнительно себя проверить измерением карандаша, да, положить карандашик к одной стороне и к другой стороне и посмотреть, всё ли у нас ровно, да, вот чуть-чуть ещё сюда, буквально на миллиметр. Но, конечно же, вот такие небольшие погрешности, они не сыграют нам особо никакой роли, поэтому сильно не переживайте, да, если у вас будут небольшие отхождения, да, поскольку всё-таки работу мы рисуем достаточно быструю. После этого я примерно смотрю на референс, да, повторяю вот эти наслоения под крестом и рисуем сам крест. Да, у него есть расширение сверху, вместе перекрестие тоже есть толщина. Да, и можно его чуть повыше даже сделать. Сейчас вот у меня получился очень вытянутый, мне нравится, давайте его чуть подожмём. Я люблю достаточно досконально разбираться с рисунком, да, и поэтому я на него трачу иногда чуть больше времени. Но мне кажется, что когда ты вот так вот сильно погружаешься в рисунок карандашом, да, как базу, ты себе закладываешь, и потом с акварелью работать уже намного проще, поскольку у тебя в голове уже есть понимание, какие должны быть пропорции, где что у нас проходит, да, поэтому никогда не откладывайте карандаш, да, вот быстренько сделать и побежать дальше. Карандаш это всё-таки у нас основа, акварель такой материал, да, когда мы не рисуем с вами какие-то абстракции и очень воздушные сюжеты, да, в которых нам не столь важно построение, да, когда у нас что-то более чёткое, лучше чуть больше времени уделить построением, и тогда всё остальное у нас в акварели уже пойдёт намного проще. Теперь смотрим. У нас с вами есть окна, да, и я вот сейчас примерно сделаю дополнительную линию, на которых у меня закончится высота окна, поскольку вот эта вот часть у нас идёт в сильном сокращении, то и окошко у нас будет очень маленькое, и низ окна у нас также пойдёт вот в эту точку, да, не рисуйте его параллельно горизонту. И мы будем видеть слегка с вами толщинку, да, можно её сразу и подрисовать. Смотрим на второе окно, да, здесь уже оно намного шире, низ мы с вами также собираем, да, на одну высоту, и смотрим, что здесь у нас есть небольшой ракурс, поэтому опять у нас будет с вами, да, вот эта вот толщинка видна. И мы будем видеть слегка, да, вот здесь вот, поскольку линия глаз у нас чуть ниже проходит, мы будем слегка видеть раскрытие внизу, ой, сверху, и внизу, поскольку, да, вот у нас окно разрезает. Да, если есть вопросы по линейной перспективе, да, у меня есть бесплатный урок на YouTube-канале, их несколько, которые я делала в рамках своего марафона «Нарисую архитектуру», да, поэтому, если есть сложности и не очень понятно, да, почему у нас какие-то плоскости раскрываются, да, как это все простраивается, да, можете перейти потом на мой YouTube и посмотреть эти уроки, там все в очень простых схемах объяснено, как правильно мы простраиваем, да, самые простые примеры разобраны, но благодаря им собирается общая база, да, рисуем следующее окно, здесь у нас уже идет поворот в другую сторону, да, поэтому мы будем видеть правую стенку, да, и опять же низ. И нужно проследить, чтобы они были примерно у нас одной толщины, да, и вот это вот окошко у нас совсем маленькое, узенькое, да, поскольку оно идет в сильном сокращении, да, и низ опять идет в точку схода, как и вся плоскость. Давайте я привстану, посмотрю, есть ли у вас какие-то вопросы, вижу ваши сердечки, очень приятно. Так, референс этого... Так, не очень поняла вопрос, референс это другое, хочется видеть построение. Так, не видно контур. Вот сейчас скажите, пожалуйста, насколько вам видно контур. Я просто вначале делала очень легко и референс, я сказала вам, что, к сожалению, у меня нету функции на телефоне сделать вам его сюда, распечатать я не успела, поэтому вы можете, к примеру, на компьютере открыть у себя дополнительно референс, я его выкладывала и в карусели к заданию, и также выкладывала его в сторис, поэтому, к сожалению, референс показать вам мне не получится. Все, отлично, контур видно, это самое главное. Потом, когда я сделаю урок на YouTube-канале, там будет уже прикреплен и референс, поэтому там уже будет все видно, если рисуете со мной сейчас в онлайне, я буду очень рада, что это всегда очень приятно после эфира видеть сразу же какой-то отклик, что у вас получилось, поэтому если рисуете в онлайне, либо просто повторяйте за мной, но, конечно, лучше смотреть тоже и на референс, откуда у нас что берется, либо откройте у себя на компьютере, на каком-то дополнительном или на планшете референс, поскольку я его выкладывала, и если открыть его в карусели в последней публикации, в посте, то он и не будет закрываться, как, например, в сторис, его не нужно дополнительно сохранять. Смотрите, мы с вами сделали окошки, а теперь давайте сделаем вот эти вот красивые выступающие элементы на куполе, они идут по радиусу, у нас эллипс, здесь, по идее, вот в эту часть мы должны вписать эллипс, мы сейчас не будем этого делать, поскольку у нас не так много эфирного времени, и вот в таком построении это не важно, но если мы нарисуем сейчас с вами четко прямо линию, вот эти вот все выступающие детали, то форма сразу же станет плоской, поэтому мы с вами намечаем себе вот такую слегка выгнутую линию наверх и на нее будем сажать вот эти вот интересные архитектурные детали. здесь можно немножко поменять их положение, здесь у нас нету с вами задачи четко скопировать расположение, но хочу обратить ваше внимание, вот сейчас сама сделала эту ошибку, поэтому вам ее проговариваю, смотрите, у нас идет заворот, поэтому вот в этой части у нас все вот эти элементы будут друг к другу ближе, да, и отдаляясь, приходя к центру расстояние будут увеличиваться, да, и потом оно опять начнет сокращаться. Я сейчас резиночкой подсотру, чтобы не сбивать тех, кто рисует сейчас со мной в прямом эфире, да, и вот таким способом мы слегка с вами добавили и дугу, и разбивку. Теперь смотрим, верхняя часть у нас еще сильнее вот эта вот дуга должна появиться, да, поскольку мы отодвигаемся от линии глаз, и вот эти вот раскрытия увеличиваются, поэтому сделаем еще более выпуклую дугу, и здесь эти элементы еще и смотрят вверх, да, здесь они тоже, мне кажется, есть небольшой наклон, но не такой сильный, как в этой части, да, здесь, вот если смотреться, есть ощущение, что это какие-то как брусочки, да, выступающие, но мы не будем с вами прям разбирать их форму, мы их нарисуем просто пятнышками, и этого будет достаточно, да, и вот там вдалеке еще один элемент торчит, но я его рисовать не буду, потому что мы когда рисуем, мы должны сразу же себе отвечать на вопрос, что это за элемент, да, почему он там, и если это выглядит случайным элементом, да, какой-то ошибкой, то лучше этого не рисовать, да, и вот мне кажется, что вот этот элемент, он будет вызывать лишние вопросы, поэтому я его в свою работу включать не буду, теперь я подстираю вспомогательные линии, да, и вам тоже советую их убрать, у нас осталась работа с элементами, которые скрыты за цветами, да, и вот с этим нижним постаментом, вот вся вот эта вот часть, давайте нарисуем сначала почти параллельную линию горизонта, линию, вот здесь вот можно добавить слегка вот такое вот раскрытие, я вот эту линию веду чуть повыше для того, чтобы добавить ракурса, да, и вот эта линия, она идет немножко, вот я сейчас утрированно показываю, вот в этом наклоне, поскольку вот эти плоскости должны сойтись где-то далеко на линии глаз, на линии горизонта, и вот эта часть, она сойдется уже где-то намного ближе, и смотрите, если посмотреть внимательно, да, мы с вами видим, что вот эта вот плоскость, она заворачивается сильнее, чем постамент, на котором она стоит, да, и вот на фотографии это достаточно хорошо читается, здесь есть еще, да, дополнительная вот такая вот сбивка ритма, поэтому мы смотрим, где у нас заканчивается угол, угол заканчивается где-то вот в этой плоскости, палитра немножко мешает, да, поэтому вот отсюда ведем угол, да, и вот как раз таки сейчас посмотрим, насколько нам нужно будет вот эту часть опустить, чтобы у нас все с вами влезло, и вот эту вот створку мы ведем чуть дальше, да, не в точку схода, которая у нас была для вот этой грани, да, мы видим, что поворот здесь сильнее, поэтому эту мы ведем чуть подальше, и где-то, да, после того, как у нас вот этот элемент закончился, мы его останавливаем, да, и теперь можем подвести и вот эту линию, и следовательно, вот та линия, да, она тоже должна вот вместе с этой линией где-то сойтись вдалеке, но это мы разбирать не будем. Смотрим теперь, да, вот с этой стороны более четко обрисую край, да, у нас есть угол, который тоже должен пойти вот в эту точку, да, и мы с вами смотрим, чтобы у нас получилось так, что вот эта вот вся часть стоит, да, поэтому я чуть выше поднимаю, беру вот этот луч, да, и вот его протягиваю, и вот так сильно вылезет у нас дальний носик, да, если сложно, можно даже попробовать и что-то приложить, да, чтобы проверить, вот я сейчас увидела у себя, да, что есть небольшое несоответствие, да, здесь можно слегка приврать, да, но лучше все-таки это отследить. У нас здесь будут цветы, которые закроют часть построения, да, поэтому в целом вот здесь вот можно уже стереть и нарисовать, да, вот какой-то изящный контур цветов, да, но вот эту вот площадочку лучше, чтобы она была, тогда архитектура будет читаться более правильно. После этого у нас тут есть элемент, да, похожий на треугольный такой фронтон, тоже он за цветами, поэтому мы сейчас сильно, да, в нем разбираться не будем, нарисуем просто вот такой вот элемент и также его, да, красиво оборвем цветочками. И смотрим с этой стороны, да, здесь тоже что-то вылезает, но это мы уже уточнять не будем, это нам совершенно не важно, да, здесь вот лучше переход сделать чуть пораньше, да, чтобы у нас в угол по композиции нехорошо, когда у нас что-то соединяется в углу, поэтому, да, вот здесь мы чуть-чуть раньше начинаем приподнимать эти красивые цветы. И здесь у нас есть с вами двускатная крыша, да, можно найти примерно середину, да, построив перекрестие, но можно определить это на глаз. у нас вот это вот деление будет здесь чуть больше, дальше чуть меньше, да, примерно на глаз поставили себе середину и сделали вот этот вот уклон. И эту линию ведем с вами просто прямо, да, вот таким способом, простым, мы с вами простроили крышу, которая, да, вписывается вот в эту часть. и дальше у нас есть какие-то сложные там формы, да, с какими-то вертикалями, горизонталями, перекрывающими элементами, да, вот можно просто нарисовать несколько линий, да, проанализировав их, потом вот здесь вот у нас достаточно светлая часть, она хорошо гармонирует, да, вот чуть пониже ее нужно сделать, чтобы они у нас не соединились, а мы все равно немножко изменяем референс, референс берем только как за основу, поэтому всегда думаем, куда и что лучше привести. И после этого у нас идет, да, какая-то вот такая отломанная форма, и в целом этого достаточно, да, можно вот здесь вот еще дополнительно добавить новую высоту и все лишнее подстереть. и, да, мы потом поработаем здесь с цветом, посмотрим, что у нас куда лучше увести, но я думаю, что, да, вот какого-то такого нагромождения будет достаточно и будет уже создаваться правильное ощущение. Можно вот здесь тоже добавить дополнительную горизонталь, да, для того, чтобы создать вот этот ритм, который здесь есть в работе. Да, можно также сразу же пометить себе форму тени, да, которая пойдет от вот этого элемента. Тоже сейчас мы ее рисуем на глаз, и этого достаточно. И еще раз намечаем себе горизонт. На дальнем плане у нас с вами есть не только линия горизонта, но еще есть какие-то острова, да, которые можно слегка себе тоже наметить. Можно их не рисовать. можно их вот в такой легкой форме добавить. Но обязательно, да, вот нарисовали и подстерли, поскольку это у нас будет очень нежно, очень все мягко, и лучше, да, мы немножко где-то ошибемся, приподнимем или опустим, чем у нас будет видна вот эта графитовая часть. Да, также и на куполе, особенно на светлой стороне, да, на темной части, да, вот это вот здесь, вот у нас могут быть двойные линии, да, не очень ровное построение. На светлой части лучше лишнее подсобрать. И последнее, что стоит сделать, это сделать разбивку окон, да, поскольку в акварели, да, чтобы нам уже не думать, где какую, какую часть мы будем делать, мы сейчас с вами ее сразу же разобьем в карандаше. Да, я нарисовала вертикаль, горизонталь, сверху у меня делится окно на три части, да, и здесь у нас тоже идет три окошка, у нас будет разное стекло разного цвета, это будет очень красиво, да, тоже, смотрите, у нас, поскольку есть небольшой ракурс, у меня вот эта вот стеночка, да, стекла будет чуть больше, чем та, которая спряталась, да, поскольку часть еще скрыта стеной дома. Также и здесь, мы рисуем с небольшой сдвижкой вот к этой части, для того, чтобы, так вот, из-за того, что заболталась, дорисовала до конца, да, для того, чтобы у нас считался правильно ракурс, да, это все такие маленькие вещи, которые помогают считывать форму, да, и здесь мы с вами, поскольку это почти у нас фронтально, есть небольшое искажение, но оно незначительное, поэтому для упрощения мы просто с вами рисуем параллельно линии глаз, линии горизонта. Все, карандашную часть мы закончили, давайте я пристану, посмотрю ваши вопросы, если они есть, если нет, то мы с вами уже перестаем к акварельной части. Да, эфир будет сохранен, спасибо еще, что друг другу подсказываете. Так, отлично, вопросов я не вижу, а вот есть вопрос по точкам схода, смотрите, у нас есть, вот у каждой плоскости, да, здесь сложная с точки зрения, вот если, да, прям разбирать по построениям, сложная архитектура, да, вот у меня есть отдельный курс, на котором мы прям погружаемся и учимся все это простраивать, да, не только вот такие вот разные повороты, но и повышение рельефа до лестницы, да, и сейчас прям вот четко рассказать про каждую точку, да, мы сейчас с вами не будем искать, но нужно понять общее правило, да, вот каждая плоскость у нас должна сойтись на точке схода, поэтому вот у этих плоскостей точка схода очень далеко, она вот так вот разъезжается, да, вдаль за наш, наше пределы листа, но вот у этих двух граней они стоят в очень большом ракурсе, поэтому точка схода у них вот у нас будет на линии глаз, на линии горизонта с одной стороны и с другой стороны, да, вот только у этих двух плоскостей, и нижняя плоскость, она тоже стоит в большом ракурсе, у нее изменен поворот, да, они не параллельны друг к другу, поэтому у этой грани будет своя точка схода, да, чуть подальше, это все, что нам, да, нужно знать на этой работе, для того, чтобы она у нас получилась, и можно слегка себе добавить вот здесь вот уголочек, да, и в целом больше нам ничего не понадобится, так, отлично, да, мы с вами это сделали, еще раз просматриваю на всякий случай вопросики, так, просите подождать, давайте чуть-чуть подожду, и как раз вам расскажу про цвета, можем сделать выкраски, вот у меня есть небольшой лесочек, на котором мы как раз сможем с вами сейчас подобрать цвета, которые понадобятся нам в работе, давайте я расскажу про кисти, да, у меня есть все лишнее мы убираем, можно слегка еще постереть графит, да, я очень легонечко его сейчас уберу, я это делаю клячкой, поскольку клячка совершенно не травмирует акварельную бумагу, и если рисовать легко, то можно почти добила ей вычистить, да, если нету клячки, можно взять резинку и вот такими вот, как проштрихами сделать, но потом обязательно нужно встряхнуть весь, все каточки, да, вот у меня есть широкая кисть, которой я просто вот так вот все смахиваю, смотрите, какие кисти нам понадобятся, нам понадобится достаточно такого большого размера, да, это средняя кисть от, у меня от Пинакса, восьмерка, с французским креплением, здесь натуральный ворс, вместе с синтетическим, это белка-микс, и у нее достаточно острый кончик, поэтому в целом ей можно сделать почти всю работу, поэтому посмотрите, какие у вас есть кисти, да, вот если у вас какая-то вот такая кисть, то, к сожалению, вот такой кистью можно дорисовать фон, но не получится работать, да, по всей работе, поэтому кисть должна быть с острым достаточно кончиком, да, вот ее можно, да, вот здесь вот кажется, что более-менее она круглая, но если ее намочить, она тоже достаточно хорошо держит кончик, поэтому намочите, посмотрите, есть ли у вас вот этот острый кончик, и если он есть, тогда эта кисть идеально вам подойдет, потом понадобится небольшая кисть для деталей, для каких-то темных мест, и для работы по мокрому, я, скорее всего, буду работать колонком, это четверка от Рублева, но можно брать и синтетику, да, до этого я все почти работаю рисовала синтетика, и синтетика тоже отлично подойдет, да, и тоже лучше, чтобы у нее был не очень длинный ворс, чтобы она достаточно была упругая и не очень большого размера, да, с острым кончиком, поэтому вот такие две кисти нам, одна кисть, да, на выбор тоже нам обязательно понадобится, и для того, чтобы быстрее что-то смачивать, можно еще добавить себе флейт, но флейт уже не обязательно, давайте сделаем себе небольшие выкраски, смотрите, небо у нас очень яркое, летнее, поэтому в моей палитре я почти всегда использую для неба ярко-голубую, от Невской палитры это очень звонкий, яркий цвет, и мне он очень нравится для летнего неба, да, вот такой вот красивый оттенок у него получается, да, можно немножко уплотнить, и тогда цвет будет еще более насыщенный, к низу, к горизонту, можно слегка засветить, взять желтую охру на более таком легком варианте, и к низу, да, вот эту всю часть засветить желтым, и тогда будет очень красивое, интересное сочетание, и за счет того, что в охре содержится слегка другой пигмент, у нас не будет зелени такой, открытой, да, будет очень красивый переход, особенно при высыхании, эффект будет замечательный, да, поэтому я думаю, что мы добавим в нашу работу вот именно вот такой вот переход, да, ярко-голубую, точно так же можно взять и с кобальтом, да, например, если нету ярко-голубой, у меня кобальт испачкан, сейчас я его промою, он более холодный цвет, но и с ним, да, можно взять, к примеру, добавить какой-то голубой, который у вас есть, да, чтобы сделать его немного потеплей, да, и у каждого производителя тоже кобальт немного отличается, да, и так же с ним можно сделать вот эту вот растяжку, да, она не будет такой звонкой, но тоже будет достаточно интересно, а всю остальную работу, сам фасад здания, мы будем как раз-таки с вами ухолоднять кобальтом, да, вот у нас небо будет вот такое вот яркое, звонкое, купол мы сделаем с вами кобальтом вместе с ярко-голубой, да, для того, чтобы получился более плотный и холодный оттенок, да, вот такого цвета у нас будет купол, да, в теневой части, на свету мы слегка тоже с вами поиграемся вот этими двумя оттенками, поскольку купол у нас будет отражать цвет неба, да, поэтому здесь вот мы просто с вами вот этими красками поиграемся и сделаем нужный нам оттенок, теневые части мы сделаем с вами кобальтом, вот, наконец-то он вымылся и больше похож на себя, да, поскольку у нас только часть на свету, да, какая-то часть у нас в тени, да, мы будем можно как раз смешать слегка и с сиеной жёной, либо с неаполитанской жёлтой, да, и тогда у нас появятся ещё вот такие вот сероватые немножко оттенки, которые тоже хорошо будут сочетаться в этой гамме. И цветы, да, может быть, ещё немного где-то нам понадобится, да, в окошках, и коричневые, можно, например, да, взять железноокисную красную вместе с жёлтой охрой, да, где-то, добавить вот таких более звонких мест, но это уже мы будем смотреть по работе, это уже будет, такими как акцентами. Может быть, немножко добавим где-то ультрамарина, чтобы ещё ухолоднить, но посмотрим уже по процессу. И с цветами, я вам уже говорила, что я буду использовать пермамент розе, а это достаточно яркая акварель. Сейчас я её закрою. можно ещё добавить и какую-нибудь сиреневую, но я не знаю, стоит ли добавлять, лучше, да, сделать работу в более сдержанной гамме. Вот такой вот яркий, контрастный цвет, да, который у нас будет полностью, да, вот во всей этой работе, очень насыщенный, очень открытый, да, если нет, можно, например, взять рубиновую, она тоже отлично подойдёт. Да, вот я как раз думаю, что я буду слегка их миксовать и смешивать с рубиновой, поскольку это очень такие яркие, красивые цвета. И нам понадобится добавлять немного зелени, на это у нас будет оливковая, и мы её будем слегка глушить ещё и индиго. Индиго – это цвет, который мы будем добавлять где-то и в створке, да, где-то для приглушения зелёного, для теневых участков, да, индиго тоже лучше, чтобы у вас был. Да, может быть, это серая пейна, в принципе, это не столь важно. Пока делала выкраску запачкавую воду, но я думаю, что у меня тут стоит ещё вспомогательная, мне это сильно не помешает. Я думаю, что с цветами всё, и как раз те, кто хотели дорисовать, сейчас дорисуют. Так, не видно то, что справа. Закрыла, да, к сожалению. Но здесь, да, у нас нет чёткого правила, что у нас здесь должно быть. У нас должна быть там просто какая-то форма, которая нам соберёт вот этот вот кусочек, да, поэтому можно придумать что-то нарисовать от себя. Можно цирулиум, да. Здесь, опять же, да, смотрите по вашей гамме. Главное, цвета, которые вы выберете, их и используйте, да, чтобы у нас не было такого, что вы здесь положили один цвет, потом взяли там какой-нибудь совсем другой положили сюда, и чтобы они у нас нигде друг с другом не взаимодействовали, да, у нас в работе будут все цвета немного смешиваться и дополнять друг друга. не очень понятно, что располагается справа, да, там просто идёт, поскольку это Санторини, там очень много сложных форм, каких-то надстроек, каких-то просто стен, поскольку нужно отгораживать от соседей, да, здесь идёт сильный рельеф, поэтому здесь у нас просто какие-то стеночки, да, и мы их только разберём тоном, да, и здесь совершенно нам не важно, что это за стенки, да, можно их даже не рисовать, да, если, к примеру, не хотите рисовать, тогда у нас сзади будет просто море, да, но мне нравится здесь вот это вот сочетание, да, дополнительного контраста, поэтому я этот элемент оставила. Всё, давайте переходить к цвету, да, уже много времени мы с вами посвятили и подбору цвета, да, я думаю, что те, кто хотели дорисовать, уже должны были успеть дорисовать, чуть-чуть ещё ослаблю крест, сейчас он у меня прям такой тёмный-тёмный, он достаточно светлый должен получиться, и начинаем мы с неба, можно предварительно смочить, я думаю, что я свою работу смачивать не буду, когда мы рисуем, да, какие-то большие заливки, главное, чтобы у нас кисть была достаточно большого размера и хорошо наполнялась водой, вот если она у вас хорошо наполняется водой, то, да, не обязательно даже и предварительно смачивать, и мы начинаем с вами закрашивать небо, здесь у нас работает воздушная перспектива, да, поэтому ближе к верху, то он должен быть чуть посильнее, опускаясь вниз, да, мы добавляем больше воды, да, давайте, может быть, даже крест с вами сделаем просто чуть потемнее, поэтому сейчас, чтобы нам было проще, мы его обходить не будем, и это нам нисколько не изменит работу, я сейчас специально прошлась второй раз, да, по заливке, которую уже сделала, для того, чтобы она была более равномерной, да, вот эти все вещи можно не обходить, поскольку они темнее, да, и вот здесь вот уже по куполу мы идем аккуратно, обрисовывая форму, да, также и со второй стороны, подходим к куполу, да, вот эти вот выступающие элементы, они у нас темнее, поэтому нам не страшно, да, если мы их нарисуем сейчас синим, и я говорила, что мне хочется добавить желтенького, да, поэтому я беру этот желтый, и добавляю его в свою заливку, да, вымываю кисть, еще раз беру более чистый, да, и низ засвечиваю, забыла сказать про салфетки, да, у меня всегда в работе, я держу в руке салфетку, для того, чтобы можно было контролировать влагу, да, сейчас вот здесь нужно слегка разогнать краску, чуть-чуть побыстрее, поаккуратней, да, и можно прям немножко поднять наверх, можно нагнуть планшет, да, например, для того, чтобы у нас слегка втекло небо, также мне очень нравится, да, в таких быстрых зарисовках делать такой скетчевой манерой облака, и давайте мы с вами их тоже вместе сделаем, я скамкиваю салфетку, да, и пока еще заливка у нас мягкая, мы можем здесь и добавить еще немного облаков, да, но можно этого и не делать, смотрите по своей работе, мне нравится добавлять облака, поэтому, да, вот здесь я слегка их вот таким простым приемом добавлю, можно где-то и повытирать кистью, да, но после того, как уже салфеткой сделали, обычно уже кисть не работает, да, поэтому посмотрите, что как форму вам лучше протирать, а также я синтетикой сейчас слегка, прошу прощения, синтетикой, своей кистью, да, сухой, слегка протру крест, но главное, чтобы не было там лишней воды, да, буквально чуть-чуть, и также, где-то можно слегка подправить форму, но здесь, да, поскольку у нас это все будет обрабатываться дальше, нам это не столь важно, и теперь, да, вот мы слегка размываем вот эту вот границу, и рисуем с вами воду, вода у нас тоже будет с вами отражать небо, да, поэтому вдалеке тоже слегка добавляем вот этого желтого цвета, да, и приближаясь к нам, уже получается такое достаточно контрастное, и здесь обязательно добавляем кобальта, да, поскольку нам нужно сделать небольшую разницу по цвету, да, здесь у нас есть более белый участок, поэтому его мы обходим, да, и аккуратно подходим к стеночке, да, вот здесь сейчас у меня поползла акварель не очень хорошо, я ее прямо здесь вот таким достаточно наглым способом остановлю, но за счет того, что у нас есть эти вот воздушные облака, такие эффекты смотрятся достаточно удачно, да, и вот здесь то, что было написано, что не очень понятно, что это, мы просто обходим какой-то контур, да, и делаем такую-то более мягкую растяжку на дальнем плане, вспоминаем, что здесь мы хотели с вами еще и добавить да, слегка островов, для островов я бы как раз добавила немного еще и ультрамарина можно уже взять синтетику для того, чтобы лучше прописать, чтобы у нас сильно не растекалась, да, но поскольку это далеко, у нас все должно быть достаточно мягкое, мы просто сделали намек на то, что там у нас есть еще что-то, да, можно также и с этой стороны добавить каких-то просто полос, бликов на воде, чтобы немножко уплотнить вот этот вот краешек, так, сейчас мне не очень нравится, как у меня получилось вот это вот завершение, да, есть ощущение того, что оно как будто бы обрезало, да, поэтому я без большого количества воды, да, сейчас вот там вот добавлю бликов, и здесь можно где-то немножко наоборот даже подстереть, но это у нас будет дальний план, да, поэтому даже если будут какие-то небольшие здесь ошибки, они не будут критично смотреться в нашей работе, а сейчас давайте возьмем немного кобальта, да, и ярко-голубую, и чуть более точно, сухой почти кистью, у нас должна быть кисть, либо синтетика, либо колонок, достаточно сухая для того, чтобы обозначить как раз вот эти вот островки, да, но опять же посмотрите, может быть их лучше вообще и не делать. После того, как мы сделали вот этот дальний план, давайте с вами проработаем купол, поскольку здесь уже у меня достаточно хорошо все высохло, купол сверху, много света на него падает, и свет достаточно теплый, поэтому, чтобы нам новый цвет не вводить, мы берем опять же тот же самый желтый, которым мы рисовали с вами небо, и здесь заливаем часть желтым, потом берем кобальт вместе с ярко-голубой, и обрисовываем сначала полутень, поэтому можно взять чуть побольше воды и таким тонким тонким слоем пройтись, главное сейчас вернуть форму, сейчас я опять беру желтый, чтобы у нас были мягкие границы, мы работаем с таким небольшим наслоением друг на друга, здесь можно прям подстереть, поскольку это яркий блик, но он у нас будет уже теплый, и теперь дальше все прокрываем, и смотрите, у нас здесь с вами сферическая форма, поэтому помимо того, что у нас есть с вами яркий блик, у нас еще есть и собственная тень, и рефлекс, сейчас мы с вами это все слегка отработаем, да, вот с этого края у нас идет рефлекс, поэтому мы прям вот аккуратно вытираем кистью, можно взять опять же этот желтый и слегка его сюда добавить, да, поскольку вот эта заворачивающая стенка будет принимать свет от нашего раннего утра, либо вот этого зарева на дальнем плане, мы создаем с вами такую фантазийную работу, поскольку мне очень нравится вот это вот ощущение света, теперь я добираю еще кобальта и создаю вот эту вот форму тени, она идет выпуклая, да, у нее достаточно четкая граница, но здесь у нас сохраняется вот этот вот рефлекс, да, и можно вот сюда слегка даже тоже подвыбелить, и теперь давайте возьмем маленькую кисть и начнем прорабатывать эти вот мелкие участки тени, у нас от вот этого элемента идет сильная тень вниз, да, мы берем кобальт, можно его слегка с ярко-голубой примесить, да, вот здесь вот у нас пошла тень, здесь мы видим с вами небольшой кусочек тени, здесь у нас идет тень, да, и вот мы смотрим на форму, да, понимаем, что источник цвета у нас отсюда, и прорисовываем вот эти вот теневые участки, да, и лучше это сделать по-мокрому, пока у нас все с друг другом мягко соединяется, прорисовываю верхнюю часть, да, и теперь можно взять даже индиго добавить к нашему замесу, да, ярко-голубую вместе с индиго, или даже может быть кобальт улучшить вместе с индиго, давайте очень кобальт, он будет более благородный цвет давать, и вот этим цветом мы с вами смотрим, да, и рисуем ближе к стыку, да, добавляем более плотную тень, и рисуем сами эти вот элементы, да, нам вот здесь можно сразу же подчеркнуть стык, лучше где-то оставлять какие-то немного белесые участки, для того, чтобы форма лучше схватывалась, да, я не довожу прямо до тени, я делаю рефлекс, который отражается от самого купола внизу, да, я сейчас только торцы прям сильно закрыла, да, но в принципе вот в такой небольшой работе можно это сильно не анализировать, просто сделать их не совсем однородными сейчас вот здесь вот в куполе когда подсохнет мы еще добавим контраста, да, и здесь будет уже в целом готово, а теперь я еще, да, набираю краску, поскольку здесь она у меня уже почти закончилась, и делаем постамент под крестом, опять же, да, оставляем небольшие белесые участки, да, и вспоминаем, что свет у нас отсюда, да, поэтому с этой стороны можно даже взять вот индиго и немножко где-то еще уплотнить, как и здесь на куполе пока еще сыро, да, можно слегка добавить вот именно в этой части немного теней на стыке, но смотрите, да, чтобы у вас кисть была без большого количества воды, иначе пойдут уже некрасивые акварельные разливы, вот сейчас вот сама сказала и полезла, ну, хочется чуть-чуть мне здесь уплотнить, да, для того, чтобы контраст и форма сработали чуть лучше, и крест, он у нас в тени, да, поэтому на нем хоть он и белый, мы его не видим белым, да, и у нас есть цветы, которые нам нужно слегка с вами сбалансировать, поэтому мы сейчас с вами схитрим, мы возьмем желтый, вместе с этим красным, которым мы будем рисовать цветы, да, посмотрите, как он у вас, должен появиться такой вот коричневатый оттенок, и вот этим коричневым оттенком, да, но в котором есть пигмент именно цветов, которыми вы будете рисовать, да, мы рисуем крест, и тем самым мы с вами уравновешиваем цветы, да, мы не добавляем новых оттенков, очень здорово, да, когда у нас в работе все цвета немножко с друг другом перекликаются, да, даже если мы видим какой-нибудь совсем другой цвет, иногда лучше взять то, что уже есть, и немножко я все-таки его возьму синий, да, и где-то один, прям индиго, главное, тоненькой кисточкой, да, вместе с, прошу прощения, с кобальтом, да, вот можно где-то внизу подчеркнуть крест, мы вспоминаем, что свет у нас отсюда, да, поэтому мы можем и вот эту вот сторону немножко утемнить, ну и пока давайте больше с ним работать не будем, посмотрим, стоит ли нам к нему возвращаться позже, и у нас на палитре есть уже этот темный достаточно оттенок, набираем на кейс, чтобы опять она была, да, более сухой, и еще раз проходим по месту, если у вас где-то был расфокус, да, из-за того, что все было еще сырое и растекалось, можно здесь дополнительно еще раз прорисовать, давайте я привстану, посмотрю, что у вас получается, купол шикарный, очень приятно, спасибо большое, про запись уже на много раз говорили, запись обязательно будет, что можно взять вместо оливковой и индиго, вместо оливковой можно взять в принципе любую зеленую, которую у вас есть, и приглушить ее той же самой охрой, да, тогда у нас получится более болотный оттенок, вместо индиго можно взять серую пейму, можно взять черный, да, но нежелательно, я вообще не очень люблю этот цвет, либо можно смешать темный с самостоятельно, например, давайте, это достаточно важный вопрос, да, поскольку не у всех есть цвета, как нам смешать черный цвет, вот к примеру, да, если предположим, что у вас есть вот это вот, господи, вылетело из головы, желтая охра, все, все, видимо, немножко заболталось, да, у нас есть какой-нибудь красный оттенок, да, давайте его возьмем, вот любой красный, который у вас есть, и сюда примесите, например, ультрамарин, да, и лучше вот самый темный цвет, который у вас есть, да, и вот когда мы добавляем вот в этот замес ультрамарин, да, чем больше мы его добавим, тем гуще мы краску сделаем, сочетание желтого, красного и синего, да, вот особенно приглушенных, нас, нам даст вот такой вот темно-серый оттенок, да, и можно добавить еще более красного, и вот таким способом мы можем с вами набрать, можно сказать, черный цвет, да, поэтому смотрите просто по цветам, которые у вас есть, да, возьмите самые такие насыщенные, самые плотные, смешайте три противоположных цвета, и у вас получится черный, да, и как раз, вот если мы работали, у нас есть уже, да, какой-то голубой, вот как раз их соедините, да, и у вас получится более темный оттенок, для того, чтобы здесь все это приглушить. Так, давайте пойдем дальше, да, мы с вами купол сделали, вот как раз темный свет, который намешала, да, можно в него чуть добавить кобальта, чтобы он подходил именно по моей колористике, и еще раз можно пройтись по самым темным участкам, да, чтобы добавить еще больше контраста, и на крест, вот пока крест мне не нравится, да, я хочу ему дать больше объема, добавив, да, может быть здесь он не совсем такой на референсе, но мне вот в таком виде он нравится больше, да, это уже смотрите сами, если вам не нравится такой вариант, то вы, конечно же, ни в коем случае не рисуете. Смотрите, заболтавшись, забыла вот здесь дать тень, да, у нас от всех элементов идет тень, поэтому и здесь мы прорисовываем тень, да, и аккуратненько ее промакиваем, чтобы она у нас не имела жесткой границы. Аккуратненько добавили и от этого элемента тоже. Смотрим дальше, да, у нас идут белые с вами части, но вот если мы посмотрим на вот этот вот кусочек, да, у нас светлое небо и архитектура, и если прищурится архитектура, хоть она и белая, она темнее, чем дальний фон, поэтому мы с вами у нас уже есть цвета, да, но здесь помимо того, что у нас есть белый, у нас есть небо, которое тоже, да, добавляет, как вот здесь какие-то свои рефлексы, у нас еще есть яркие цветы, и вот в этом уголочке опять нам нужен наш красный от цветов, потому что вот если внимательно посмотреть, то здесь прям вот он горит от вот этого красного на цветах, да, появляются дополнительные рефлексы, поэтому эту створку я к цвету, который вот у нас был здесь голубой, да, это ярко-голубая, чуть-чуть кобальта, я еще и добавила розового, пермамент розе, да, и аккуратно прорисовываю контур, и смотрите, да, опускаясь ниже, у нас наоборот получается, что, давайте вот здесь вот границу доведем, здесь у нас наоборот фон становится светлей, поэтому можно взять даже немножко желтого, да, чтобы поиграться, да, и вот сюда мы добавляем уже тепленького, и у нас появляется, во-первых, опять связка, ой, обязательно работайте с салфеткой, вот у меня сейчас здесь лишнее ушло, я сюда подсобираю, да, и вот так вот аккуратно закрываем дальнюю часть, подсвечивая низ для того, чтобы появилось вот это дополнительное свечение, эффект солнышка, поскольку на эту плоскость у нас немного попадает солнце, да, и вот эта вот часть, которая сильно освещена, поскольку мы везде сделали, что у нас свет белый, ой, желтый, да, здесь вот эту вот плоскость мы с вами тоже заливаем желтым, да, чуть менее ярким, но обязательно желтеньким, да, и хоть у нас вроде как это и белый, но мы с вами уже, да, работаем с светом более грамотно, да, смотрим, что у нас откуда берется, поэтому добавляем здесь желтый, также можно сразу же прокрыть и вот эту вот часть, да, эта створка, плоскость у нас желтая, можно даже чуть побольше, да, но в целом не столь важно, и вот эта часть, она у нас холодная, поэтому берем с вами кобальт и кобальтом закрываем вот эту часть и аккуратно размываем, поскольку здесь у нас пойдет с вами да, уже цветочки и нам не нужно жесткого контура, а потом смотрим, да, что у нас свет идет отсюда, поэтому вот эта плоскость у нас в тени, это плоскость еще в большей, да, теневой части, и вот на эту часть у нас уже есть эффект от цветов, но для того, чтобы они у нас лучше разграничились, мы с вами берем просто кобальт и вот эту вот часть, да, давайте вот так аккуратно, мы закрываем просто кобальтом и достаточно, да, таким светлым и для того, чтобы у нас не было жесткой границы, чтобы цветы у нас аккуратно вошли, да, мы здесь все с вами размываем, чтобы граница была очень мягкая, здесь у нас нет жесткого перехода, но цвет у нас вот с этой стороны, да, опять еще сильнее заворачивается, да, мы понимаем, что вот эта плоскость еще сильнее отвернута от солнца, поэтому чуть плотнее набираем цвет, и здесь можно уже чуть-чуть добавить цвета от цветов, да, для того, чтобы и вот этот уголочек сбалансировать, мы здесь добавляем с вами у уголка этот фиолетовый оттенок, тянем дальше, и смотрите, как интересно, вдалеке у нас опять идет солнце, да, поскольку солнце, оно немножко даже вот с той части светит, очень высоко, да, у нас там опять свет, у нас есть плоскости, которые отражают свет, поэтому дальняя часть опять у нас засвечена солнцем, да, и вот мы опять добавляем сюда вдаль желтенький участок, да, может быть, кажется, это немножко муторно, но проработав вот так вот разные плоскости, смотрится это потом очень интересно, так, ну и давайте сразу же заделаем вот этот участок, да, у нас на этой плоскости опять есть свет, и нам нужно обязательно поддержать эту часть купола, да, поэтому мы вот эту вот часть закрываем с вами желтеньким, да, у меня это желтая охра, да, и низ тоже можно закрыть желтым, а здесь у нас идет очень насыщенный синий, и мы берем кобальт плотнее, чем в предыдущих вариантах, да, можно даже немножко его приглушить индиго, да, у кого нету, мы можем приглушить тем же самым красным, и вот эту вот часть мы прокрываем таким холодным, холодным, синим, теневым, да, и делаем это по-мокрому, чтобы у нас был мягкий стык, и здесь у меня идет перелом формы, поэтому я его немножко еще изогнула, да, и здесь можно где-то добавить такую небольшую трещинку, но опять же, да, размываем вот этот вот край, как и здесь, чтобы цветы более мягко у нас вписались, так, да, тоже уже начинает проявляться, можно взять опять маленькую кисть, да, добавить какой-то графики немного, да, поскольку у нас есть трещинки, в трещинках всегда у нас, да, есть более темные участки, более контрастные, да, поэтому можно слегка где-то утрировано их обрисовать, на какие-то сколы добавить, например, вот здесь, да, у нас есть карандаш, который просвечивает, мы можем добавить немного акварели, и это место сразу же станет поинтереснее, да, так, и вот в этой части тоже можно вот этот перегиб слегка подчеркнуть, но не переусердствуйте, да, здесь мы с вами добавили желтый, здесь, давайте сейчас нарисуем с вами створки и дадим вот эту вот общую тень, давайте я привстану, посмотрю на ваши вопросики, вижу, что написала девушка, ничего у меня не получается, не переживайте, посмотрите на свою работу, да, во-первых, когда мы рисуем, у меня у самой часто бывает такое, что я рисую, мне кажется, что все, ничего не получается, какая-то размазня, все расплывается, но чаще всего вот в финальные штрихи, когда мы будем с вами расставлять контрасты, расставлять акценты, даже какие-то неудачные заливки всегда можно схватить, поэтому, если вот перебороть этот небольшой диссонанс внутри, да, если аккуратно дальше продолжать работу, не расстраиваться, то чаще всего в конце, расставив немного акцентов, да, добавив где-то дополнительно контрастов, может быть, да, добавить белой гелевую ручку или гуашу, да, какие-то акценты, работа соберется, и вы удивитесь, скажите, ах, какая красота, поэтому, да, вот на таком этапе очень часто получается не очень, да, некрасиво, поэтому не переживайте, попробуйте проработать эту работу дальше, да, и возможно в конце она вас приятно удивит, но если вдруг сейчас что-то вы уже точно понимаете, что не получается, да, всегда можно начать заново, здесь мы работаем небольшими захватками, да, особенно если потом смотреть на ютубе, можно будет сюда поставить на паузу, да, я специально не делаю каких-то больших заливок, более сложных, поэтому, а если вот так вот методивно повторять, то в целом, да, и слушать комментарии, которые я говорю, я уверена, что у каждого должно получиться, да, главное работать здесь аккуратно, поскольку акварель такая техника, да, немножко сделать что-то не так, и все у нас разъехалось, поэтому не расстраиваемся, да, опять же повторюсь, что вот именно на таком этапе очень часто что-то не нравится, и всегда, да, в конце можно просто даже взять линер, добавить графики, да, и работа, даже, да, если кажется, что уже совсем все не так, но графикой всегда можно акварель оживить и спасти, поэтому не переживайте, да, если что, напишите мне потом, с вами можем вместе придумать, что сделать. Смотрите, да, мы идем дальше, здесь нам нужно для того, чтобы связать эти створки, опять немножко добавить красного в кобальт, но совсем немного, да, и вот эта часть, она у нас должна быть чуть потемней, но в целом мы можем ее оставить, да, и почти такую же по тону. Главное уже, что у нас вся вот эта часть идет в тени, мы аккуратно подходим к окну, окошко мы обходим. Сейчас вот мы просто с вами делаем такую равномерную заливку. Берем кобальт, да, и аккуратно все прокрываем. Да, можно вот уже нанесли цвет и потом просто разгоняем его водой и кисточкой. Как раз у нас добавится дополнительное какое-то мерцание в работе. Главное рисуем не сухо. Да, если вот такой маленькой кисточкой у вас не получается быстро зарисовать работу, то берите побольше кисть, да, она берет больше себя воды, больше воды отдает, поэтому чуть дольше можно работать. И здесь вот как раз пока у меня этот пигмент есть в кисточке, да, у нас карнизы, они более темные, поэтому я сразу же здесь добавлю вот эти вот три полоски. Может быть, их и не видно на референсе, да, но я знаю, что там есть уступчики, да, и мы вот такими полосками достаточно простым приемом с вами сделаем эффект из этого карниза, да, на более светлой плоскости. Можно взять как раз этот темный, который у вас получился, да, намешать и сразу же по мокрой заливке добавить где-то и здесь, но обязательно потом это место мы, да, еще раз пройдемся. так вот здесь мне сейчас не нравится, как потекла чуть-чуть, подсоберу. После этого следующая плоскость у нас еще более плотная, да, набираем опять кобальт и закрашиваем. Да, вот у нас как раз-таки здесь, да, есть разница в тоне за счет того, что мы с вами докрашивали водой, да, и здесь вот этот перегиб формы мы взяли с вами опять же тот же самый ту же самую заливку, да, по плотности, она не сильно отличается, но за счет того, что мы здесь высветлили, да, вот эта часть у нас уже смотрится темнее, опять аккуратно обходим окошки, хотя в целом, да, если у нас где-то мы немножко на них заехали, не переживаем, да, это время не тратим, поскольку они у нас будут чуть темнее, да, опять доходим до края, и вот здесь вот можно в целом и не добавлять даже красноты, но вот чуть-чуть не хочется их собрать, да, вот где-нибудь сверху, давайте немного добавим, да, вот этого рефлекса от цветов, и дальняя часть, опять посмотреть, если внимательно, она желтая, поэтому берем опять желтенький, да, очень бледно, очень легко, и прокрываем дальнюю часть желтую, тут можно спокойно даже не обходить окно, а у нас сверху все равно есть голубой, но вот эту всю створочку мы делаем тут такой теплой на плоскость, и для того, чтобы она у нас позвонче была, я сейчас беру большую кисть и слегка даже ее протру, да, чтобы она еще сильнее засветилась, и можно немножко уплотнить вот этот вот краешек, и теперь осталось нам вот это все собрать, да, во-первых, можно добавить, будет сверху графики, и нам нужно сделать нижнюю тень, мы берем плотно кобальт, можно добавить в нее индиго, да, если нет, мы уже с вами посмотрели, как замесить цвета, и вот эту вот всю часть, да, не выходя вот на эту сторону, мы прокрываем тенью, очень аккуратно обрисовываем границы, да, вот здесь мы вспоминаем, что у нас точка схода должна, быть, да, вот мы повели эту плоскость в точку схода, и вдалеке опять у нас светит солнце на эту плоскость, да, поэтому дошли до края, опять берем желтый, да, и вот эту вот всю часть засвечиваем солнцем, и вот так вот сложное освещение у нас в работе начинает появляться, давайте сразу же доделаем вот эти стеночки, прорисуем окна, и у нас останется только работа с цветами, достаточно легкая, я думаю, что еще немного, и мы с вами работу доделаем, давайте я опять привстану, купол желтый, закрашиваем плоскость стены, которая освещена солнцем, да, здесь есть сложный поворот, и вот этим желтым давайте сразу же добавим каких-то просто вертикалей по по дальней части, после того, как мы их добавили, смотрите, здесь опять есть рефлекс, может быть, уже не от этих цветов, но вот если присмотреться, здесь все равно есть вот это красноватое свечение, да, поэтому мы его используем, нам оно нужно для того, чтобы все это соединить, да, и даже если его бы не было, мы могли бы его просто искусственно с вами добавить, да, около границы добавляем вот такой вот розовый оттенок, да, это может быть и розовый пермамент розе, как у меня, это можно, взять и розовый хинокридон, например, можно также взять просто карминовую или рубиновую, здесь неважно какой цвет вы берете, главное, чтобы он был един по вашей работе, так, здесь рисуем стенку, оставляем небольшое пространство, да, рисуем, второе, здесь вот я оставила щель, для того, чтобы дальняя плоскость смотрелась чуть поживее, к низу все мы уплотняем, да, и нам нужно, во-первых, и плоскости разграничить, вот эти вот, да, и к низу у нас в любом случае попадает меньше света, поэтому низ у нас всегда будет более плотный, более темный, здесь вот эту вот часть я бы тоже где-то разграничила, мы сделали с вами полосками, поэтому вот здесь сделаем, что у нас что-то выступает, да, вот эту вот границу тоже можно более четко обрисовать, здесь добавим какой-то теневой участок, да, и вот здесь вот у нас такая вот с вами интересная тень, да, может быть, это не очень обоснованно, но когда у нас это на дальнем плане, да, чем больше мы там вот каких-то таких небольших мельтешений добавим, тем это интереснее будет смотреться, главное не делать это очень контрастно, поскольку все-таки у нас главные контрасты должны быть на переднем плане или на главном объекте, да, это у нас все старостепенное, поэтому мы слегка сделали с вами тут какую-то игру, да, добавили разных плоскостей, но больше с этим мы не увлекаемся, все, вот, да, немножко поигрались, чтобы оживить и остановились и это важно, да, иначе у нас начнут спорить дальние плоскости с передними, когда мы сейчас, да, вот здесь вот оставили эту белую полосу, она очень сияет, сейчас здесь немножко подсохла и я тонкой кисти вот эту вот белую полосу уберу, поскольку все-таки белый, да, это самое чистое, самое контрастное место, оно у нас на дальнем плане быть не может, поэтому вот я его слегка протонирую, да, и уведу, но за счет того, что я это сделала после того, как краска слегка встала, да, у меня здесь сохранилась все-таки небольшая графичность, так, теперь переходим с вами к окошкам, опять беру новую салфетку, вы тоже смотрите, да, за тем, чтобы у вас была всегда сухая салфетка под рукой, смотрим на окошки, да, вот это дальнее окно, давайте вот у нас есть наш серый, который мы, давайте вместе с вами смешаем, у нас будет желтый, который вы использовали, да, синий, я использовала в основном кобальт, но я использовала и индиго, поэтому я могу себя немножко побаловать и индиго, и берем красный, который мы использовали, да, у нас получился вот такой вот грязный, коричневый, серый, и вот этим цветом мы с вами закрашиваем внутреннюю часть окна, да, мы не берем с вами новый оттенок, новый пигмент, мы работаем с теми цветами, которые у нас уже были, и для гармоничной работы это очень важно, смотрите, я сейчас сделала заливку, оставила белую полосу, да, поскольку у нас есть стекло более темное и есть простенки, теперь у нас здесь есть еще и разделение на окошках, поэтому где-то, да, я еще дополнительно вот соберу, и можно, например, где-то добавить желтенького, поскольку у нас эта часть на свету, да, вот здесь вот сверху можно где-то, да, и добавить еще какого-то свечения, и в целом здесь больше не нужно добавлять никаких деталей, мы берем опять голубой, который у нас уже есть на палитре, вверх мы слегка, да, вот так вот тонируем, и с этим местом больше не работаем, все, у нас есть окно, оно у нас зажило, да, можно там тоже добавлять где-то и желтого, и белого, оставлять немного, но в целом сейчас это уже не столь важно, нам нужно сейчас с вами главную суть уловить, да, для того, чтобы появилось какое-то мерцание, вот можно там слегка поиграться с детальками, но сильно тоже не увлекайтесь, боковое окно сделали, давайте перейдем к нашему, к двум более главным окнам, и здесь, если посмотреть, окна имеют разные, стекла имеют разный оттенок, давайте вот возьмем красную, которую мы брали вместе с желтой, у нас получится такой оранжево- красноватый, да, желтоватый оттенок, и им зарисуем несколько стеклышек, раз стеклышко, да, здесь вот у нас видно, что нижние части тоже у нас похожие оттенки, потом мы с вами вспоминаем, что у нас будет оливковая, да, либо какая-то зеленая краска, которую будете использовать вы, да, поэтому смешиваем цвет, вот я хочу сразу же зеленую, оливковую, я вот в этот замес добавляю, чтобы они опять же объединились, у меня получается такой болотный оттенок, которым я закрываю, к примеру, да, вот эту вот створку, и как раз этот цвет будет отвечать нашим цветам, и вот этот вот верхний треугольничек, мы тоже им закроем, потом нам нужно ответить небу, да, у нас есть голубой, поэтому мы берем цвет неба, да, и добавляем его в нижнюю створку, и можно, например, и в эту створку добавить, да, и здесь есть еще одна, да, можно ее сделать просто посветлее, и какую-то еще совсем темную добавить, после того, как мы сделали такой разноцветный калейдоскоп, да, мы опять же берем нашу красную, мы берем желтую, мы берем синий, да, и чуть больше кларастного, нам нужно получить коричневый, вот когда у нас появился коричневый оттенок, этим коричневым, да, опять же, можно было бы взять из палитры что-то новое, но лучше работать с теми цветами, которые у вас уже есть, мы рисуем толщинки, сейчас еще немного сыровато, но я хочу немного добавить для того, чтобы их объединить, да, и потом я еще добавлю графики, а где-то можно оставить прям такие беленькие участки, для окошек это смотрится здорово, давайте с этим окном пока подождем, да, нам нужно еще будет протонировать внутреннюю часть, но сделаем это чуть позже, да, пускай здесь все застынет, и давайте сделаем соседнее окошко, оно более глухое, да, у нем более темные оттенки, но мы можем с вами спокойно это немного нарушить, а низ тоже сделаем такой достаточно темный, потом у нас появляется более синий участок, да, можно вместе с кобальтом, да, вот каком-нибудь вот это вот окошко, и здесь в принципе вы можете, да, сами фантазировать, у нас нету здесь никакого правила, да, какое стекло должно быть, какого цвета, но главное берите те оттенки, которые у вас уже были, да, и лучше, чтобы и между собой они тоже разговаривали, да, поэтому я возьму те цвета, которые мы уже сделали, и дополню вот эти холодные цвета, грязноватые, у меня кисточка, я ее не вымыла, поэтому она сама еще взяла и приглушила оттенки, которые мы с вами уже набрали, да, и тем самым у нас цвета получились менее звонкие, но они опять, да, между собой разговаривают, теперь опять сделаем себе вот такой темный оттенок и проходимся по контуру, поскольку у нас стеклышки вставлены в раму, вот так, сейчас вот это вот окошко уже подсохло, поэтому я набираю более плотно краску, кобальт, можно немного индиго, желтую и наш пермамент розе, чуть больше индиго, для того, чтобы потемнее стало, и смотрим, да, у нас самые большие контрасты вот на этой части, еще хочется добавить индиго, еще плотнее сделать индиго, пермамент розе, да, бордовое все, стало, и добавляем обязательно желтого, для того, чтобы сделать коричневый, кисточку не развернула, и получилась очень жесткая линия, большая, да, поэтому ее слегка вот сейчас размываем, кисть у меня почти сухая, да, поэтому и форму ее нужно придавать ей, и я теперь подчеркиваю снизу вот эти вот разделения окошек, да, здесь я подчеркиваю справа, и нижний я подчеркиваю снизу, и в целом можно здесь больше и не добавлять контрастов, да, сразу же с вами и протонируем, да, у нас есть голубой, протонируем с вами вот эту вот часть, чуть-чуть, да, у нас идет еще дополнительное освещение, поэтому мы протонировали, но его оставляем светлее, да, как и вот здесь вот тоже тонируем, и можно сразу же слегка промокнуть, чтобы у нас это был не белый, да, но все-таки по тону они не так сильно между друг другом спорили, опять беру темный, здесь теперь навожу контрасты по этому окну, да, зеркально, но снизу опять же подчеркиваем, да, здесь уже с этой стороны у меня более контрастная история, снизу, и в целом этому окошку тоже достаточно, да, можно где-то вот если смотрите, кажется вам, что еще глухо, можно еще синий добавить акцентов, да, чем больше у нас будет контрастов, тем больше у нас будет реализма в работе, и у нас осталось последнее окошко, оно, если посмотреть, достаточно теплое, поэтому я просто своей грязной кисточкой залезла в цвета, которые у меня есть на палитре, да, и вот этим цветом я прокрываю, можно чуть меньше взять пигмента, на больше воды, я прокрываю вот эту полоску, да, и у этого окна я бы даже не стала делать, как здесь, да, оно у нас уходит на нет, можно слегка взять темненький подчеркнуть краешек, да, но слишком сильно увлеклась, здесь у нас уже совсем маленькая работа, поэтому выглядит все, может быть, более контрастно, и сейчас мне не нравится, как у меня блестят вот эти белые части, я их слегка протонирую, да, вот здесь они более деликатные, здесь было слишком много, поэтому я их слегка протонировала, и вспоминаю, да, мы здесь не доделали с вами верхушки, мы берем оттенки, которые у нас есть на палитре, да, и протягиваем вот эти вот карнизы по работе, да, можно не полностью вести линию, где-то ее прерывать для того, чтобы появилось больше игры, да, вот можно где-то здесь тоже опять же добавить немного графики, да, вот, к примеру, здесь на переходе можно сделать как будто бы, да, какой-то скол небольшой добавить, да, это уже игра с текстурами, но можем тоже здесь, да, что-то такое интересное изобразить, да, как и здесь тоже можно слегка уплотнить краешек, и в целом архитектура наша готова, всем привет, привет, вопрос по записи, да, конечно же, обязательно запись будет, завтра урок будет доступен на YouTube канале, поэтому переходите, и в конце эфира я вам расскажу про свой новый курс, поэтому всем, кому понравится со мной рисовать, да, кому нравится, как я объясняю, я буду очень рада вас видеть и на своем новом курсе, который начнется 15 марта, там мы будем как раз-таки работать с вами с цветами, с композицией, с работой с цветом, да, мы будем делать интересные постановки, да, у нас цветы будут и крупно, и как обрамляющая рамка, да, и как раз там мы на все это более глубоко посмотрим, да, и курс будет 15 марта, начнется, сейчас открыта только предпродажа, и я как раз в конце еще раз дам вам промокод, который добавит вам к предпродажной цене еще дополнительную скидку в 20%, вот, и также есть еще курсы и по архитектуре, по текстурам, поэтому, если вам нравится со мной рисовать, буду очень рада, если вы, да, присоединитесь, так, немножко отвлеклась, давайте вернемся, да, у нас теперь остались только цветы, самое наше главное, самое интересное, и здесь можно слегка себе помочь, я сейчас возьму флейт, да, и немного промочу работу, да, я не подхожу к краю, да, но вот в этой части можно спокойно себе слегка смочить бумагу, вот таким, чтобы не стояло воды, да, мы просто делаем такой хаотичный, где-то у меня остается сухая бумага, для того, чтобы все это смотрелось более живо, теперь у меня есть мой цвет красный, да, который будет у нас основной, и вот такими сейчас большими движениями, я даже не смотрю на референс, в целом, да, для цветов вот такого вида, да, когда мы не прорисовываем с вами конкретно один цветок, да, как главный, нам и не столь важно, да, вот эти все пятна, формы, мы сейчас просто будем сначала набирать с вами общий тон, да, и потом будем потихонечку переходить на объекты, отдельные, да, какие-то выступающие цветочки, да, вот главное, можно сразу же где-то, вот если близко подошли, сделать более интересный край, потом я вам говорила, что мы будем использовать немного оливковую, да, и эту оливковую обязательно глушим кобальтом, и вот смотрим по референсу, да, можно брать по референсу, можно придумать самостоятельно, у нас где-то начинает проглядывать зелень, да, и вот мы ее сюда с вами аккуратненько и добавляем, и как раз, да, за счет того, что здесь добавляется цвет, в котором слегка еще и присутствует кобальт, да, все это начинает между друг другом лучше собираться. Так, первый тон сделали, берем еще более красный, да, и расставляем по мокрой заливке, да, вот можно здесь аккуратненько краешек сделать, да, вот сейчас я просто вот краю, когда подхожу, как будто бы, да, вот так вот натыкиваю акварель. Да, и вот все постепенно нам нужно, чтобы у нас цветы начали мерцать, да, у нас в кисточке становится все больше пигмента, все меньше воды, да, в конце мы с вами вообще перейдем на либо синтетику, либо колонок, да, где-то у нас могут спокойно оставаться и белые участки, да, если они у нас где-то остаются, это даже хорошо, а вот я наоборот уже лишку немножко сделала, да, и вот таким путем, давайте я чуть-чуть приподниму работу, начинаем с вами заливать акварелью цветы, да, вот где-то на темных участках особенно можно пройтись несколько раз, да, если прям хочется туда цветочки поднять, и очень здорово, когда мы с вами вот край, да, как будто бы немного разрываем, сейчас общую какую-то форму мы с вами сделали, я беру маленькую кисть, да, можно будет еще играться, с окончанием, поскольку здесь мы делаем все очень деликатно, да, и мы спокойно можем потом какие-то цветы приподнять, какие-то опустить, хотя нет, опустить, это я погорячилась, да, но приподнять что-то еще можем, да, поэтому сейчас лучше остановиться, берем на маленькую кисть, да, на индиго, либо на точнее, берем оливковую, кобальт и индиго, да, и это либо синтетика, либо колонок, я рисую колонком, да, и вот где у нас просвечивают с вами вот эти зеленые участки, которые мы где-то хаотично с вами поставили, там мы начинаем слегка уплотнять, и опять же здесь уже смотрите по своей работе, да, нам не нужно с вами сделать копии, да, друг друга, либо референса, мы уже смотрим непосредственно по тому, как у нас пятна легли, да, и просто их облагораживаем, теперь вот к этому красному я немножко добавлю индиго, и у меня получится такой бордовый плотный цвет, и вот этим бордовым, да, я наставляю более темные участки лепестков, можно, к примеру, взять лист, можно закрыть, основную нашу работу, да, и пока здесь мягко, вот этим темным цветом можно побрызгать, да, это прям такой простой-простой способ, знаете, сейчас я точно уберу все свои работы из окружения, чтобы у нас никуда лишнего не залетело, да, я беру индиго вместе с перманент розе, и набрызгиваю, можно также взять и водой немного побрызгать, да, можно прям большими такими каплями поставить, вот особенно по мокрой заливке, вот здесь можно приподнять и и побрызгать водой и как раз, да, вот у нас есть, было на референции вот это вот мерцание светлых и более темных участков, да, если мы это будем выписывать руками, это займет очень много времени и будет выглядеть искусственно, когда мы добавляем акварельных эффектов, да, это смотрится намного правильнее, намного реалистичней, вот у меня не нравится окончание, да, я немного не проследила сразу, да, поэтому здесь я дополняю и смотрите, у нас очень здорово, когда, да, добавляется по краям еще дополнительная рамка, да, мы либо можем наоборот сводить на нет и делать очень нежную акварель внизу, можем наоборот добавлять в нее чуть больше контрастов, да, тогда у нас будет работать эффект воздушной перспективы, что эта часть к нам ближе, поэтому они более темные, более контрастные, да, поэтому вот как раз сейчас сухой такой кистью в нижнюю часть добавляю чуть больше, получается у меня это пермамент розе и индига, да, вот особенно, да, в каких-то отдельных участках, где нам нужно уплотнить неравномерно, а вот такими, да, как фрагментами добавляем, также можно где-то и с оливковой немножко добавить, можно еще где-то побрызгать немножко, но сейчас, когда открываем небо, нужно быть очень аккуратным и нашу архитектуру, чтобы мы ее с вами случайно вместе не забрызгали, да, вот можно на окончаниях добавить контрастов, да, и здесь с цветами можно работать еще долго-долго, да, прорабатывать какие-то отдельные участки, у меня закончилась красная, давайте я ее слегка себе еще добавлю, вот, у меня что-то на работе лежит, сейчас на листью кисть смахну, рукой уже лучше не делать, но если у вас тоже что-то появляется, руки у меня, по крайней мере, когда я рисую, становятся уже грязные, поэтому, да, если что-то нужно убрать, возьмите какую-то чистую кисть и лучше смахните ей, я сейчас беру плотно краску, да, и опять же, как будто бы вот так вот натыкиваю поверх, и у меня разность влажности листа работает, да, также концентрация пигмента, да, и вот, наверное, хочется чуть-чуть где-нибудь здесь поднять одну ветку цветов, чтобы у нас не был такой ровный каскад, беру сначала чуть послабее розовый, да, и можно смотреть на референс, да, можно просто сделать какую-то форму, и смотрите, да, теперь у нас есть веточка, которая поднялась, поэтому я набираю оливковую, да, можно сразу же вместе с кобальтом, и здесь мы прорисовываем слишком красное, больше оливковый, да, протягиваем вот эти вот веточки вниз, можно где-то и еще подобавлять, да, внизу можно добавить чуть больше, да, вот где-то здесь у нас тоже поднялись отдельные элементы, отдельные лепесточки можно прорисовать от них вниз стебельки, но очень аккуратно, да, и вот где-нибудь здесь я тоже начала поднимать, подняла бы еще сильней и тоже отвести от них обязательно веточки. Это такие мелочи, которые помогают нам в итоге и то, что мы с вами здесь нарисовали, лучше детализировать в подсознании, да, вот особенно на контуре нам сейчас нужно еще чуть-чуть поработать и в целом общая картинка уже у нас собралась. Да, вот единственное, что когда добавляете более четких контуров, поворачиваете кисть, да, поскольку вот у меня она достаточно упругая и когда в ней не очень много влаги, как сейчас, она делает какую-то форму и потом, да, как паттерн ее просто размножает, да, нам так не нужно, нам нужно добавлять разных форм, поэтому, да, и разных оттенков, поэтому я сейчас взяла индиго, намешала и сюда еще добавляю, да, и каких-то более зеленых оттенков. Можно где-то здесь еще немножко добавить, да, и давайте я еще раз закрою и чтобы мы не увлекались с вами вот именно проработкой, здесь у нас цветы играют хоть и очень важную роль, поскольку это главный акцент в работе, но сильно мы их прорисовывать не будем, они должны у нас хорошо сочетаться за счет именно цвета, да, и каких-то пятен, поэтому я сейчас возьму кисть побольше, возьму красный, да, и вот такими большими пятнами их набрызгаю, да, я уже забрызгала весь стол, поэтому когда будете это делать, смотрите, чтобы у вас рядом ничего не было ценного, да, и также можно немножко еще побрызгать и темным, да, я опять к красному добавлю немного индиго, и вот таким уже более холодным да, поставим вот особенно книзу можно чуть побольше поставить этих темных пятен и где-то на отдельных цветочках а вот которые у нас наверх поднялись мы слегка тоже поставим контраст все теперь здесь нужно подождать пока высохнет да, может быть мы после того как высохнет еще где-то что-то немножко добавим да, к примеру вот этим цветом здорово пройтись по всей работе да, и вот как раз таки то, что я говорила что в конце очень часто за счет каких-то небольших акцентов нюансов можно собрать почти всю работу да, поэтому вот как раз сейчас вот вот этой маленькой кисточкой да, можно где-то здесь усилить трещинку вот именно этим цветом да, чтобы еще объединить потом вот здесь вот мне хочется слегка обозначить вот этот край да, легонько его наметить более четко да, опять же вот этот скол который я сделала искусственно да, я его еще раз подчеркну да, он еще сильнее за счет этого выйдет на нас потом для того чтобы с архитектурой еще сильнее смешать мы этим цветом где-то подчеркиваем рамы да, также можно где-нибудь здесь поставить небольшой акцент подчеркнуть внизу да, поскольку у нас вот эти вот рефлексии от цветов точно будут отображаться на окне да, давайте с этой стороны здесь подчеркнем можно немножко да, аккуратно поскольку мы с вами сделали эти элементы более явно да, можно вот такой прерывистой линией добавить тень и вот в эти элементы да, но только очень деликатно это делаем и теперь мне не хватает этого цвета в куполе поэтому вот аккуратно главное не смажьте свою работу и смотрите чтобы были чистые пальцы вот у меня красный палец поставила хорошо что не осталось пятна да, очень аккуратно смотрите за своими руками потому что бывает очень обидно когда всю работу аккуратно сделаешь финальный акцент ставишь и где-то испачкаешь да, поэтому я сейчас здесь на кресте давайте прям подстелю на всякий случай салфетку да, чтобы при опирании точно ничего не испачкать я вот эти вот нижние части да, подчеркиваю вроде мелочь но она сразу же соединяет низ потом да, вот с этой стороны особенно да, хочется добавить тоже вот этого красного оттенка также и где-то в крест можно слегка добавить да, и можно где-то еще здесь посмотреть но в целом вот теперь да, она уже намного более сбалансирована работа да, и можно еще и здесь притянуть какую-то небольшую тягу вот этим цветом да, можно добавлять каких-то фактур еще чего-то но это уже все лишнее и сейчас мне хочется еще немножко на дальнем плане тоже добавить какую-то дополнительную линию да, как я вам говорила что здесь мне нравится вот этот ритм вертикали поэтому здесь я добавила легкую еще одну полоску но опять же смотрите уже насколько вам это актуально теперь ставим наш автограф и я вам обещала да, рассказать во-первых сейчас я вам расскажу как получить обратную связь бесплатно по вашей работе да, у нас в марафоне нету на всех заданиях да, обратной связи не знаю будут ли девочки добавлять да, но я на свой урок решила добавить обратную связь поэтому сейчас я вам расскажу как ее получить поэтому не выходите давайте сначала вставим автограф да, я его поставлю прямо в цветы чтобы он не отвлекал сильно внимание да, можно поставить год 2021 в целом в работе я больше уже ничего наверное добавлять не хочу да, здесь с цветами или с какими-то еще отдельными участками до реализма можно еще работать работать и работать но у нас нету во-первых столько времени да, не каждый хочет так детально прорабатывать да, уже смотрите потом сами по своей работе давайте давайте я вам сейчас расскажу как получить обратную связь ровно через неделю да, может быть чуть побыстрее я хочу провести прямой эфир эфир будет проходить на моем ютуб канале на котором я разберу непосредственно ваши работы по этому уроку поэтому если вы хотите получить обратную связь вам необходимо поставить хэштеги нашего хэштег любимые цветы и также поставить мой хэштег Алена Арт Разбор и вот именно по этому хэштегу по Алена Арт Разбор я обязательно напишу это в приложении к этому видео вы получите да, на следующей неделе разбор своей работы при условии да, если вы все выполните и успеете выложить работу вовремя эфир скорее всего я проведу в субботу поэтому вот до субботы у вас есть время чтобы нарисовать эту работу выложить ее с хэштегами отметить меня поставить хэштег нашего марафона да, также можно отметить и спонсоров и наших девочек с которыми мы рисуем да, чтобы мы точно вашу работу не пропустили и в субботу я буду по хэштегу своему смотреть ваши работы и проводить разбор в прямом эфире на ютубе также у меня я вам уже сказала что скоро начнется новый курс по цветам и картины с цветами и как раз для тех кто сейчас с нами рисует я подготовила промокод который даст дополнительную скидку я сегодня открыла только старт продаж да и сейчас идет предстартовая цена она уже изначально ниже чем будет дальше стоить курс но для тех кто сейчас со мной рисовал да, вот это поярче даже напишу по-английски весна вот если вы введете при оплате вот этот промокод спринт то у вас будет еще дополнительно 20% скидки к предстартовой цене но вот эту цену я сохраняю только до вторника поэтому она потом будет просто предстартовая цена но для тех кто хочет со мной дальше рисовать и точно вам понравилось да, как я веду работу и вы хотите порисовать со мной цветы потому что там будет уже достаточно полноценный курс из 7 блоков там мы будем рисовать и отдельно цветок вот эта вот работа уже у меня отрисована часть я рисую сейчас для курса это идет бонусный урок мы будем рисовать цветок банана также у нас будет одна из дополнительных работ на максимальном тарифе который мы будем придумывать из головы и компоновать разные предметы также там будет и работа с архитектурой вы можете перейти на мою страничку в инстаграм по ссылке в топлинке там есть как раз таки ссылка на новый курс и там я выложила референсы которые мы будем рисовать с вами на курсе да, и там мы поговорим уже больше и про композицию про то как компоновать как изменять референс да, как выделять что-то важное поэтому я буду очень рада если вы присоединитесь ко мне к этому курсу опять же повторю что курс который по цветам он начнется с 15 марта есть как раз время чтобы отрисовать все работы по марафону немножко передохнуть и весну начать с ярких солнечных работ в которых много солнца много цветов много тепла поэтому курс сейчас как раз мной разрабатывается пишется и я в него вложила очень много любви и тепла там как раз все работы уже будут по моим референсам да, и их вы можете посмотреть на сайте по марафону для того чтобы ваша работа участвовала да, нужно обязательно проверить все условия которые были прописаны у нас под афишей это подписка на всех спонсоров на всех организаторов также нужно выложить ваши работы с нужными хэштегами да, до объявления результатов до 7 марта мы принимаем работы и 8 уже объявим победителей также те кто рисовали по моему уроку акварелью да, помимо разбора также получат вот этот курс который я вам сейчас прорекламировала немного получат его один человек в подарок с обратной связью поэтому да, если хотите побороться за место да, обязательно рисуйте именно по моему референсу и также хочу сразу же предупредить да, если вы уже нацелены на то, чтобы учиться со мной дальше рисовать со мной цветы вы можете купить курс и если вы его выиграете да, вот у меня на прошлом марафоне по архитектуре было такое что участник как раз выиграл мой курс и я просто заменила ему на другой курс из моего обучения да, либо я возвращаю полностью стоимость курса да, если вы выиграете это здесь уже смотрите да, сами вы можете выбрать любой другой курс да, либо просто получить сумму обратно поэтому если хотите со мной учиться дальше уже приняли для себя это решение да, и хотите воспользоваться скидкой еще раз да, я вам ее покажу я ее буквально на пару дней оставлю в публикации вот этот промокод потом я его уберу да, потому что он действует только до 2 числа и для тех кто рисовал со мной в прямом эфире вот, если вы хотите воспользоваться еще дополнительной скидкой к предстартовой цене к предпродажной да, то вводите слово весна по-английски и будет еще дополнительная скидка в 20% давайте я пробегусь на всякий случай вдруг какие-то есть вопросы по тому как мы работали какие цвета я использовала да, поэтому еще 5-10 минут мы с вами пообщаемся спасибо вам тоже большое что рисовали вместе со мной что смотрели эфир спасибо пишите что очень интересный урок много интересной информации очень-очень приятно так ссылка на канал ютуба у меня в моем профиле инстаграма если вы на него перейдете там есть ссылка общая и по этой ссылке если нажать там есть и канал ютуб с бесплатными уроками там также есть ссылки на все курсы которые у меня есть когда я веду какие-то живые мастер-классы там тоже появляется эта ссылка поэтому вы можете просто зайти на мою страницу перейти на ссылку и вся информация там будет и также у меня на ютубе уже очень большое количество уроков которые вы можете порисовать со мной почувствовать насколько вам комфортно заниматься и прийти ко мне на обучение поскольку курсов уже достаточно много они разноплановые есть и по архитектуре очень объемный курс есть по текстурам курс и вот сейчас будет еще новый курс по цветам и композиции еще раз повторю что для того чтобы получить разбор отмечаем меня ставим мой хэштег Алена арт разбор для участия в конкурсе нужно выполнить все условия под афишей и следовательно поставить хэштеги марафона следующее задание у нас выходит 25 я все прописала в своем посте поэтому 25 выйдет у нас уже третий урок и 8 числа будем объявлять победителей у нас всего 5 художников поэтому третий будет 25 потом я к сожалению сейчас не помню наизусть у нас еще будет впереди у вас еще целых 3 урока по цветам и объявлять победителей будем 8 так чуть-чуть еще подожду какие-то комментарии еще полетели лист нужно прикреплять да смотрите остановимся лист я всегда креплю скотчем если мы рисуем по мокрому то мы полностью смачиваем бумагу и бумага у нас выравнивается за счет того что она наполнена водой когда мы рисуем с вами вот такими захватками и по сухому смачивая только фрагменты лист нужно закреплять скотчем я закрепляю обычным малярным и вам еще такой совет на будущее когда мы с вами нарисовали работу вот сейчас у меня цветы все пошли волной они еще не высохли после того как у меня бумага полностью высохнет я скотч снимаю только на следующий день и за счет этого рисунок остается идеально гладкий если сразу же после того как вы нарисовали работу даже если вам кажется что она уже выровнялась вы отрываете скотч то все равно остатки есть какие-то влаги в бумаге и бумага картина начинает идти волнами поэтому лучше не торопитесь да и снимите скотч на следующий день и я когда фотографирую работу я очень часто фотографирую без фона поэтому я сначала фотографирую да у меня как раз здесь все очень хорошо натянуто и только после фотографии уже снимаю скотч да это такой вам маленькая подсказочка если да еще не очень хорошо владеете акварельной техникой опять вот да а можно выправить потом после того как сняли скотч можно но это уже намного сложнее да есть несколько способов можно смочить с обратной стороны лист слегка и сверху чистыми какими-то плотными книгами да примеру проложить белый лист и нагрузить и оставить так к примеру на сутки можно да но есть шанс немножко повредить красочный слой да хоть мы и смачиваем картину с обратной стороны да вот про что я говорю можно вот здесь вот смочить потом перевернуть и зафиксировать работу да вот в таком варианте под чем-то плотным тогда она тоже немножко выровняться либо можно просто положить на какое-то время под большую стопку книг да и тоже за счет этого немного выровняться работа но лучше конечно на будущее хотя бы да снимать просто скотч позже тогда этого не понадобится об этом почему-то не часто говорят да и очень часто когда мы нарисовали нам хочется как можно быстрее оторвать этот скотч посмотреть работу еще ее быстренько сфотографировать посреди ночи да у нас уже солнца нету лучше всегда немножко переждать да отдохнуть и снять работу спустя какое-то время поскольку влага даже если мы высушили феном все равно да где-нибудь в небе может быть внутри осталась да какая-то кропинка воды где-то в цветах и за счет этого бумагу начнет вести поэтому просто ждем хотя бы там часа 4-5 да чтобы точно все выровнялось и снимаем уже скотч по полностью высохшей работе и тогда никакие манипуляции нам не понадобятся но у меня бумага 300 грамм да если бумага 200 грамм и меньше то тут уже даже после того как снимается скотч иногда все равно она начинает идти гулять да поэтому лучше брать еще и поплотнее бумагу все а то уже болтаем болтаем мы уже с вами больше 2 часов в эфире так что я эфир сохраняю и всем большое спасибо если что пишите еще комментарии под публикацией я на все вопросы ваши отвечу всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok